Только тот факт, что из 26 избранников народа на заседании присутствовал 21, говорил о масштабности события. Но, как оказалось, напрасно. Главу городского округа выслушали молча и по большей части пассивно, хотя доклад был занимательным. Рашид Давлетов отчитался за прошлый год. Судя по его словам, по основным параметрам в Нефтекамске наблюдается положительная динамика. Имеется положительная динамика в демографической ситуации, в объемах строительства, включая жилищные. Одной из самых острых проблем сегодняшнего дня стало ослабление рынка труда. Таких подводных камней, как роста безработицы, в докладе главы было много, но все их сглаживали приятные мелочи. Да, спортивных объектов в городе не хватает, но ведь наши спортсмены занимают почетные места и без них. Наши спортсмены приняли участие в 17 международных, 45 всероссийских и 114 республиканских соревнованиях. При позитивных спортивных результатах, в том числе на региональном всероссийском уровне, в городском округе, сохраняется низкая обеспеченность спортивными сооружениями. То же и с очередью на выделение жилья. Нефтекамск занимает второе место по республике по уровню строительства. И совсем не важно, что на учете почти 2,5 тысячи нуждающихся, для которых жилья не нашлось. На текущий момент в очереди на получение жилья в администрации состоят 3048 семей. Доля же населения в лучших жилищных условиях в отчетном году составила 3,6%. Когда Рашид Давлетов пришел к власти, избранники народа возлагали на него большие надежды по решению нарушений, которые нашла республиканская контрольно-счетная палата. Но вместо этого глава предпочел отсидеться весь срок в своем кабинете. А проблемы как были, так и остались. В администрации проводилась работа по устранению замещаний, выявленной в ходе проверки в 2014 году контрольно-счетной палаты Республики Башкортостан. Все вопросы проработаны. На текущий момент не завершено переселение граждан из аварийного жилья в селе Амзя. Если в докладе главы и появлялись проблемы, то тут же находились крайние. Долг по аренде земельных участков больше 199 миллионов рублей. А на начало нового года показатели по сбору платы упали ниже уровня 2015-го. Виноват в этом комитет по управлению собственностью. Виновных нашли и в том, что за прошлый год не провели ни одного открытого аукциона по продаже земли. В отчетном году торги земельных участков не проводились. При этом необходимо признать затянутость подготовительных процессов управления архитектурой и комитетом по управлению собственностью. Депутаты доклад заслушали и совсем согласились. Даже в вопросах и замечаниях у них не было претензий к работе главы как основного руководителя города. Если кого и решились обсудить, так это уже ушедшего на повышение предыдущего председателя КУС. В конечном итоге все-таки как-то можно решить этот вопрос или нет? Я предлагал, может быть, вернуться, насколько это возможно, к старой практике, когда это были КУСы, КУСы, подчинение муниципалитета. Надо отметить все же, что в 2015 году, где-то в середине года было отживление в работе. Ну и может быть, Илья Нурсаловатош там проявил, ему надо было дальше идти по карьерному росту. Но в конце года, к сожалению, у нас опять же спад в работе КУСы. С главы взятки гладкие, когда у него в подчинении штаб заместителей, на которых можно сложить всю ответственность. А у главы ответ один – работаем. Сегодня, я насколько понимаю, финансирование идет в полном объеме. Прошли торги определен подрядчик. Сегодня содержание наших городских улиц, ну, внутридомовые, дворовые площадки, конечно, может быть, не относятся напрямую к вашему видению. На ваш взгляд, вот соответствуют этим критериям, стандартам наши улицы? Ну, ответить, что соответствует, я просто-напросто не имею права. Просто надо в этом направлении работать. И работа ведется. Это свидетельство еще. Но только и погодные условия свою лепту выносят. Претензии к заместителям главы выдвигались вплоть до того, что они вставляют палки в колеса среднему бизнесу. Я вот тебе, Гомбельник, я, может, ты это не знаешь, замечательно. Приходит твой сотрудник и говорит моему дилетту, господи, слушай, а ты не выходи туда на аукцион, я тебя все равно до работы не допущу. Это что такое? Как это понять? Мы тебе все равно, действительно, работать не дали на одном аукционе, на улицу Ленина завалили. А сейчас мы судимся, вы тогда сказали в том, что, а, что, сапожник посудится. А я сужусь, я туда затратил свои средства. После того, как все высказались, избранники народа единогласно одобрили работу главы городского округа. А за ним и собственную деятельность за прошлый год. И работу молодежного комитета. По итогу заседания получается, что и глава работает хорошо, и администрация трудится, и депутаты на благо народа стараются. Но только жить в городе лучше не становится. Это не мои слова, ребята. Может, потому что я так специально что-то, я вот просто абстрактно говорю. Почему, говорят, вы город опустили ниже, чем в деревню? И даже этому замечанию присутствующих не нашлось, что возразить. И словно в подтверждение слов председатель контрольно-счетной палаты города отчитывается, что в прошлом году КСП выявило 447 тысяч рублей неэффективно использованных бюджетных средств. Направила 8 материалов в правоохранительные органы и выписала 9 представлений. Наталья Бурова, Ильшат Исламов. Время новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова